Добрый, добрый, добрый день, дорогие зрители моего канала Мариноцветы. Сегодня я хочу вместе с вами снова побелить деревья. Прошло полгода после осенней побелки. Я вам рассказывала рецепт моего средства, которым я белю деревья. И вот весной обязательно мы должны повторить эту процедуру. Но мое видео предназначено сегодня для начинающих садоводов. И очень хочется сказать, что видео блондинки для блондинок. Я хочу заострить внимание не только как белить деревья. Мне очень хочется, чтобы ваш сад был красивый в течение всего года. И если вы побелите по моему рецепту, ваши деревья будут настолько белоснежны, красивы. Это средство не смывается дождями. Очень долго держится практически с осени до весны и с весны до осени. И для начинающих садоводов я все-таки хочу заострить внимание на то, какие деревья молодые до трех лет. Белить нельзя, потому что кора очень тоненькая. И она практически входит только в свою стадию одеревенения. Поэтому вы можете нанести ожог. Дерево остается в таком состоянии. Или вы можете побелить его водоэмульсионки, которая является нейтральной средой. Мое средство, сразу вам хочу сказать, достаточно активно и агрессивно. Я вам расскажу позже рецепт. Но сейчас идет разговор о том, что деревья мы белим старше трех лет. Белим до скелетных веток, вот где у вас разветвление идет. И таким способом, если у вас взрослое дерево, и вас тревожит, что по дереву пошли серые пятна, пошел грибок или какие-то моховые наросты, вы таким способом весной можете отодвинуть процесс болезни и произвести профилактические меры борьбы с заболеванием коры. Но вот это средство, оно тоже является очень хорошим. И скелетные ветки, если уже достаточно взрослые и высокие, вы можете выше-выше белить, ничего страшного в этом нет. Итак, средство мы до скелетных веток используем. И сразу я вам хочу повторить рецепт, который я вам рассказывала осенью. Профессионалы-садоводы могут войти со мной в противоречие. Я взвесь в пакет и разбавляю небольшим количеством воды. Где-то 3-4 литра. Дорогие мои зрители, вас может быть смутит то, что я негашеную известь развожу вот в таком пластиковом ветре. Сразу хочу вам сказать, что этому ветру уже почти 20 лет. И оно служит у меня только для побелки. На протяжении многих лет я вот использую его. Никакого реакции, никакой это ветро с известью у меня не происходит. То ли это такое качество было в те годы, то ли действительно пластмасса выдерживает такую агрессивную среду. Если у вас есть эмалированное ветро или тара, которое не даёт реакцию окислению, конечно, используйте её. Ну вот у меня принадлежности специальные для таких средств идут. Поэтому я использую вот такое ведро. Итак, мы берём пакет негашёной извести. Разбавляю 3-4 литра воды. Делаем это очень аккуратно, в безветренную погоду. Сначала засыпаем известь, чтобы пары не пошли и пыль с извести. Будьте очень внимательны. Меры безопасности используйте. И очень аккуратно заливайте водой. И негашёная известь даёт очень сильную реакцию. Ваше средство начинает очень сильно бурлить. Будьте тоже очень осторожны, чтобы никакие пары не попали к вам в дыхательные пути. Это средство достаточно активно и агрессивно. Поэтому такой раствор мы оставляем на много-много часов, для того, чтобы известь погасилась и произошла нейтрализовалась реакция. Это можно сделать с вечера до утра. Вы можете на несколько дней так оставить. Если, например, вы готовитесь, вот как я готовилась белить, а у нас пошли дожди. У меня такой раствор простоял 3 дня. Ну, хотя бы часов 6-10 известь должна дать реакцию и нейтрализоваться. И теперь самый главный ингредиент. Мы берём с вами 2 литра воды, делаем клейстер на муке, завариваем его и опять же тонкой струйкой потом мы наливаем, если вам будет видно, вот этот раствор. Очень быстро перемешиваем это всё и тщательно. И у нас своего рода образуется такая густая смесь, которая очень хорошо держится на деревьях в течение полугода. Медный купорос я сюда не добавляю, потому что вот в ближайшее время мы делаем опрыскивание деревьев и по побелке тоже получается. Поэтому, если вы не используете медный купорос в опрыскивании, вы можете добавить в это средство. И вот такую густая смесь должна получиться. Посмотрите, какая она практически не стекает. Посмотрите, видите, какая смесь. И вот такой смесью мы с вами очень аккуратно до стволовых веток ввелим наши деревья. Подбирайте время такое, чтобы не было дождей в ближайшее время, чтобы дерево успело у вас высохнуть, образуется такая корочка на дереве. И побелка очень долго до осени очень хорошо держится. Мы спасаем деревья не только от солнечных ожогов ранней весны, когда еще нет листва. Это очень опасно, потому что кора может пострадать и треснуть во время солнечных ожогов. А когда идут дожди, то здесь дожди, здесь солнце на следующий день. Это очень хорошо и от солнечных ожогов, и от болезни. Я снимаю видео одна, поэтому я буду технически переходить с участка на участок. Посмотрите, вот дерево, которое я только что побелила. Вы видите, оно уже сейчас представляет собой очень белый, красивый такой ствол. Белим мы в солнечную сухую погоду желательно. Моя консистенция достаточно густая. У вас не стекает ни по щетке, ни по дереву вода. И белить моим средством очень удобно. Сейчас мы побелили довольно-таки взрослые растения. Молодые деревья вообще удовольствие белить. А старые деревья, они имеют много таких трещин в коре. И вам побелка, когда вы готовите раствор, всегда стекает. И вы очень переживаете. А после первого дождя белили, не белили, практически ничего не видно. Моя субстанция образует такую корку. Заполняет трещины в коре. Образуется такой, как чехол на дереве. И прежде всего, еще раз хочу сказать, это средство защиты деревьев от болезни коры. У нас в округе очень заражены деревья. И практически опрыскивание или какая-то борьба всегда необходима на наших участках. И вот это средство, используя негашенную известь, но пройдя реакцию довольно-таки длительную в течение нескольких часов, прекрасно мои деревья сохраняет. Сейчас мы подойдем с вами к дереву, которое в прошлом году вызывало очень большую тревогу. После проливных дождей на дереве образовалась огромная трещина. Я заделывала, показала вам этот момент. А сейчас мы посмотрим, как дерево перезимало. Вот это дерево, которое осенью имело очень-очень большую трещину. Зима она очень хорошо перезимовала. Практически ствол стал однородным. Я думаю, дерево будет восстанавливаться очень благополучно. И вот такой субстанции, посмотрите, она достаточно густая. Я эту трещину и само дерево побелю. И таким способом для нас это будет тоже гарантия здорового дерева. Очень часто весной вы на дереве видите смолу, выступает смола. Это после зимы ваше дерево тоже страдает. Я вам рассказывала об этом заболевании. И вот таким способом, зачистив кору, мы тоже будем дезинфицировать все рамки, которые на дереве. Если у вас пенечки остаются, какие-то трещинки, вы просто технически не успеваете заделать и зачистить кору. Вот такой раствор очень хорошо нейтрализует все болезни, которые за зиму спрятались. Вот дерево под корой и вы своего рода дерево и полечите. Ну и безусловно оно будет иметь вид очень красивый и белоснежный. И всего летнего периода. Вот такие я работы сегодня произвожу в своем саду. Вы просили меня показывать каждый свой шаг на своем участке. Это очень сложно сделать, потому что практически я одна сейчас нахожусь в саду. Вот какие-то эпизоды я успеваю для вас снять. Спасибо, что вы были со мной. Подписывайтесь на мой канал и украшайте свой мир цветами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!